добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня я хочу поговорить о двух также очень важных аспекта нашей жизни вернее о двух составляющих рождения свыше первых это личное непосредственное откровение о воскресении иисуса христа когда мы с вами верим что христос воскрес из мертвых и вознесся на небеса второе это личное непосредственное принятие духа святого и через духа святого вечной жизни это два разных переживаний когда вернее я бы даже сказал что это не два разных переживаний это последовательность первое что мы верим в то что христос воскрес вернее духом святым бог воскресил христа из мертвых через это мы открываемся для того чтобы принять духа святого в свою жизнь и он приходит и наполняет нас божественной жизни обратите пожалуйста внимание на то что несмотря на то что христос дал духа святого дунул на учеников и дал им духа святого он не послал их проповедовать он сказал идите в иерусалим и ожидайте когда облечете силой свыше он не сказал им все теперь вы рождены свыше и теперь вы можете делать абсолютно все что хотите воскрешайте мертвых исцеляйте больных проповедуйте и так далее нет он сказал пойдите и дождитесь того момента когда я приду к отцу и я и залью на вас силу духа святого когда мы рождаемся свыше это самое потрясающее переживание в нашей жизни потому что мы становимся детьми божьими второе максимально приближенное к первому это излияние духа святого когда мы с вами получаем силу для служения силу для благовестия силу для провозглашения царства для молитвы для да наверное для любого абсолютно любого действия необходимого для исполнения великого поручения иисуса христа и и и и и и и